Девочки, мы вернулись в Зару. В тот раз я не успела померить. В этот раз я померю все, что мне понравилось. В тот раз, если найду. В прошлый раз это платье мы с вами смотрели. Они есть в черном цвете и вот в таком вот серебристо-бежевом. Я хочу взять в красном, тем более, что оно сейчас стоит дешевле. Оно стоило 79, а 45,90. То есть оно вышло на вот эту вот их межсезонную распродажу. Интересное платье. Я его... О, господи, опять интересное. Обещаю, в последний раз я сказала сегодня это слово. Так, несем это в примерочную. Помните, это топ. Давайте его тоже возьмем в примерочную. Нам он понравился. Оригинальная ткань. И такой необычный фасон с такой резинкой внизу. Подкладка. Они сшиты вместе и внизу резинка. Давайте посмотрим. Любопытно мне, как он будет сидеть на фигу. Вот этот жакет тоже нам понравился в прошлый раз. Это такой вязанный твит с выдернутыми нитками. Стоит он 100 долларов. Я вот только не знаю, как он мне взять размер. Смол или медиум. Он довольно... Он довольно большой. Ну, в общем, я подумаю. Но тоже несу его в примерочную. Так, кто помнит эту пижамку, тоже несем ее в примерочную. Платье, штора из Дворца профсоюзов. Помните его? Правда, это размер large. Я боюсь, что я в него могу не влезть, потому что это молодежная секция. Но попробуем. Больше размера нет. Еще меня просили померить прямые джинсы из Зары. Я сейчас поищу какие-нибудь интересные джинсы, подходящие мне, и примерю. Так, девочки, мы в примерочной. Сейчас буду орать, как резаная, чтобы перекричать мне языком. Вот все вот это вот сегодня я вам покажу. Кое-что я взяла, а то, что я вам не показывала в зале, не снимала. Но почти все вещи, которые я принесла, мы снимали с вами. Я снимала с вами в прошлый раз, когда я делала, так сказать, обзор магазина. Сегодня, как таковой обзор я не делала, потому что я была здесь меньше, чем неделю назад. Поэтому все вещи почти то же самое. Ничего особо нового нет. Так, я сегодня клумба. Платье клумба. Вот такое вот прикольное. Трикотажное. Очень удобное. Тем, что оно мягенькое такое, знаете, нигде не жмет, не дарит. И хорошая длина. Ну, расцветочка такая. Но я люблю цветочки. Кстати, все платья с мелкими цветочками я уже выбрасывала. Честно, они мне очень надоели. У меня было много. Ну, не все, но многие. А вот эти вот крупные цветы. И мне, кроме всего прочего, очень нравится элифасон. Вот такая вот рука, летучая мышь. И как бы такое широкое плечо. Видите, большой верх, и оно делает талию меньше. Сзади резинка. В общем, платье удобное. И очень симпатичное. Даже украшений никаких я к нему не надевала. Потому что, как бы, к этой клумбе еще и украшения, ну, вообще ничего не придумала. Решила, что ничего не нужно. Сережки маленькие, золотые. Ну, и все. Ничего. Ни браслетов, ни колец. Потому что платье такое, что... Ну, в общем, вы поняли. Так, начинаем мы с пижамы. И что я вам хочу сказать? Значит, брюки были размер large. И они мне немножко великоваты, но, в принципе, нормально. Рубашка размер medium. И я хочу сказать, что мне брюки нравятся, в принципе, но не очень. Уж слишком они широкие. Прямо очень широкие, хотя они очень длинные. Вот у меня небольшой каблук. Вот такой. И они мне, в принципе, нормальные. Единственное, что мне кажется, что это они сшиты из разной ткани. Потому что брюки из довольно плотной ткани. А рубашка такая совсем хлипкая, тоненькая. И мне она не нравится по исполнению. Она какая-то такая совсем жидкая, я бы сказала. Знаете, если можно так сказать. Хотя, видите, вот здесь рисунок на брючине. И рисунок вот здесь. Они совпадают. Но это просто одинаковый принт. Мне кажется, что ткани разные по ощущениям. Наверное, состав тот же самый. Я проверю. Ну, чувствуется, что это как бы плотнее. И видите, здесь на самом деле вот эти вот огурцы турецкие. Здесь на рубашке их нигде нет. Ну, в принципе, их можно носить вместе. Как костюм. Ну, сейчас я вам покажу. Брюки, кстати, отдельно сниму. С чем-нибудь другим. Вот мне они нравятся. Они очень расслабленные такие прямые, широкие брюки. Но для меня, мне кажется, что они слишком широкие. Уж очень такие. Хотя, опять же, размер, если взять меньше. У меня они нормально, но чуть-чуть большие. Если взять меньше размер, то, может быть, они и ширины будут другой. Но сомневаюсь. Я думаю, что они имеются в виду вот такие же. А давайте я сейчас заправлю эту рубашку. И мы посмотрим, как это выглядит в заправленном виде. Так, смотрите. Заправленная рубашка. И вот такие вот брюки выглядят вот таким вот образом. Они очень неплохие. Фасон симпатичный. Но такая расцветка, что вот если не с этой блузкой, то с чем-то... А у меня есть такой тоненький черный ток. Сейчас я попробую с ним померить. Потому что черный ток с кружевами подойдет абсолютно ко всему. Вот. И я думаю, что получится неплохо. Хотя проверим. Посмотрим. Я принесла вот этот ток с кружевом. Он тоже сейчас на легкой такой распродаже. Он был 55 долларов. Сейчас 29. Он довольно хорошо сделан. Неплохое кружево и бретельки, которые регулируются. И он, видите, он так скроен, что он немножко вот как бы сужается в талии и раскрешается внизу. Вот с этими брюками, по-моему, неплохо. Я еще померила сейчас джинсами, там с пиджачками с разными. Но вот, допустим, с этими брюками такой ток тоже неплохо. Черный. Его тоже опять же можно подзаправить. И вот так вот сносить. С брючками. Наверное, белый был бы лучше. Хотя черный, в принципе, ко всем подходит. Плюс белое кружево перекликается немножко вот с этим вот рисунком внизу. Ну, в общем, я на него смотрела на его писательные, на эти топы. Ну, потому что они сейчас подешевели. Но я, честно говоря, не знаю. Ну, это такая вещь. Она, если нужна вам, вот нужен такой топик на бретельках. Они есть еще такие бежевые, розовые, серые. Немножко с другим. Есть такие с острым вырезом. Вот здесь вот и с кружевом отделка. В общем, вот эта бельевая история до сих пор очень модна. И вот они сейчас на распродаже. Примерила вот эти джинсы. Совершенно, мне кажется, удачный вариант джинс. Прямые джинсы на высокой посадке. В них нет ничего лишнего. Единственное, что у них вот такой вот не совсем обработанный край. Но, в принципе, джинсы удачные. Хорошая длина, хорошая ширина. Хороший очень цвет. Правильная такая джинса. Синяя. Не слишком яркая. Не слишком бледная. Никаких потертостей. В общем, джинсы действительно очень неплохие. Мне они очень понравились. И мои, так сказать, горячие рекомендации. Если кому-то нужны вот именно прямые джинсы классического фасона. Без всяких каких-то, знаете, фокусов, так скажем. Ну, типа там без дырок, без вышивки и так далее. Так, смотрите. Тут у меня всякие этикетки висят. Смотрите, как они сидят сзади. Неплохо. Немножко вот здесь вот лишнее. Вот тут вот, правда. Мне как бы хотелось бы, чтобы здесь было немножко поуже. Но меньше размера я не хочу, потому что в талии они мне точнее. Вот это, может быть, потому что это прямая как бы посадка. У них вот такой вот чуть-чуть здесь лишняя ткань. Ну, в принципе, не страшно, не критично. На попе они сидят вот так. Вот таким образом. Костюм, девочки. Полиэстер и брюки, и рубашка. Значит, брюки стоят 65 долларов. Вот их номер. Вот их номер. И это был размер large. И я хочу сказать, что рубашка стоила 60 долларов. Тоже размер medium. То есть не то же, а medium. Вот их номер их. Но я хочу сказать, что брюки вот сделаны из... Вот вы даже видите, наверное. Может быть, вы не видите. Но рубашка совсем тонкая-тонкая. И такая какая-то... Ну, прям совсем какая-то тухлая. А вот брюки более такой... Из такой плотной ткани. И как-то они более выглядят прилично, солидно. Из красоты здесь есть пуговичка золотая. И, в общем, и пуговичка вот тут. Ну и все. Честно говоря, костюм выглядит довольно дешево. Как-то он издали неплохо. Но мне и не понравилось. Ну, как-то я не знаю. Какая-то очень уж хлипкая ткань. И не очень... Не уж хорошо он сделан как-то. Знаете, в заре тоже есть разные вещи. Есть хорошие, есть не очень. Так вот это из вещей, которые не очень. Но они и стоят так. Здесь вещи, которые хорошие, действительно. Они стоят подороже. А вот эти вот цены, которые как-то такие масс-маркетовские. Они обычно, эти вещи, не из самого лучшего качества. Так, топ сейчас расскажу. Тоже, я думаю, что он полиэстровый. Сейчас, секундочку, я его вытащу. Кстати, сделаны стопроцентные вискозы. Стоит он не 55,90, а 29,90. То есть он стоит 30 долларов. У него регулируются прительки. И вот спереди вот такое кружево. Единственное, что вот именно на этом топе... А, это был размер какой у меня? Был мидиум. Можно было и ларч. Мидиум чуть-чуть мне так... Ну вот здесь нормально, в груди маловат. Чуть-чуть. И вот кружево красивое. Но как-то оно вот немножко здесь замялось. Ну, это можно отпарить, конечно. Я просто другие не рассматривала. Может быть, они все такие. Я не знаю. Но топик симпатичный. Он из вискозы. Есть разные цвета. И разная конфигурация вот этого кружева и украшений. Если вам нужно вот что-то такое, то он очень... Так, вот этот топ. Он довольно прикольный, но немножко странный. Мне кажется, что здесь он слишком объемный. Вот здесь вот он не очень хорошо сидит. Потому что здесь вот этот вот сенсор, вот этот привешенный. Он, в принципе, вот без рукава. Бежевый цвет. Вот ткань такая в нити. Да? С аппликацией. С такой немножко лохмушкой. И сама ткань с блеском. Внизу есть подкладка. А это все сшито вместе. И протянута здесь резинка. То есть он вот такой вот до талии. И здесь он довольно широкий. Мне кажется, если бы он был поуже вот здесь, было бы лучше. Слишком вот здесь объемная вот эта вот часть. Но с другой стороны, да, мне кажется, что это... И есть как бы его... Ну, как бы изюминка в этом. Вот с джинсами, по-моему, очень неплохо. Правда? То, что он такой вообще немножко нарядный. И вот с джинсами он выглядит... Джинсы его немножко гасят. Если сюда какую-нибудь там пышную юбку, блестящую там, что-то такое, будет слишком. А вот с джинсами... Самый раз. Ну, не знаю. В общем, он мне нравится, с одной стороны. С другой стороны, у меня сложная, как бы, немножко, мне кажется, вот это вот... Такой с претензией, знаете, на что-то. Но имеет место быть. Баллон такой, кофта-баллон, но самоткань прикольная. Так, все полиэстер. Это размер медиум. Причем, смотрите, вот здесь так вот. Вот мы сейчас посмотрим на цены. Канадских 55,90. Вот это. Американские просвечиваются 45,90. Евро 27,99. То есть, ну, вот, чтобы вы понимали. Даже в Америке это все намного дешевле, дороже, прости, чем в Европе. Ну, кофточка симпатичная. Оригинальная, очень оригинальная ткань. И если вы хотите вот что-то такое соригинальничать, то если вы живете в Европе, за сколько? За 28 евро? Это вообще, я считаю, просто даром. Если вам нужно что-то вот такое необычное, такое блестящее с аппликацией, оригинального фасона, оригинальной ткани, то вполне-вполне можно. Девочки, это эксперимент. Потому что это размер смол. И он мне мал, но другого не было. Я бы взяла медиум или даже ларч. Но я решила взять смол, потому что мне очень хотелось примерить этот интересный жакет на крючках. Его купили все-все-все модные девочки. Он мне, конечно, мал. Но, к сожалению, это был единственный размер в магазине. Он очень красиво подчеркивает фигуру. Только нужен размер хороший. Интересный тоже рукав такой. Посмотрите, видите, он вроде бы обычный вшивной рукав, но при этом вот он как-то сужается к низу и создает поэтому здесь вот объем. И суженая талия. Здесь два разреза. Мне он очень нравится. Я даже насчет него подумаю. Вот так вот тоже с джинсами. Очень прикольно. Единственное, что вот вы смотрите на дырки, но нужен мне, конечно, медиум как минимум. А ларч как максимум. Потому что смол мне, конечно, маленький. Я вообще удивляюсь, что я в него влезла. Ну, потому что этот трикотаж, он тянется. Самый модный сейчас бордовый. Длинно-бордовый цвет. Самый модный цвет этого сезона. Вот такой вот жакетик. Мы купили все модницы. Все модницы, кто купил, кто примерил, но все его на себя напяливали. Ну и я, следом обезьяна, конечно, тоже. Мне тоже надо. Так, состав. 51 вискоза, 49 полиамид. То есть, в принципе, он наполовину сделан из вискозы. Стоит он 69,90. У нас, видите, размер смол. Ну, что было, то было. Вот. И вот он застегивается на таких крючках. Что достаточно, честно говоря, мне кажется, опасно. Вот эти крючки, они могут все... Я бы, ну, как бы расстегнуться в самый неподходящий момент. Вот здесь вот, да. Я бы что сделала, если бы я его купила? Я бы его вот так вот под ниточкой подхватила. Я бы его застегнула на все эти крючки. И где-то вот так для... Для страховки, наверное, бы подхватила ниткой изнутри. Так подзашила бы. Хотя бы там, где эти крючки находятся. Чтобы даже если крючок расстегнется, чтобы у вас ничего не выскочило наружу. Вот рукав такой необычный. Красиво сделан рукав. И это достаточно неплохо выглядит. Он прямо, видите, такой прям сильно приталенный в талии. И здесь у него разрезный. Красивый такой жакетик. Казалось бы, ничего особенного. Но что-то такое в нем. Жакетик под Шанель очень-очень. Прямо мне нравится. Он такой правильный. Хорошего размера. Хорошей длины. С джинсами, опять же, прекрасно. И он не обычный такой жакет под Шанель. Он сделан, знаете, он в принципе как вязанный. Такой трикотажный. Такой трикотажный твит. И вот эти вот торчащие какие-то такие вот нитки вытянутые добавляют ему оригинальность. Немножко мне длинный рукав, но это мне всегда. И вот, посмотрите, как он хорошо сделан. Как он действительно хорошо выглядит с джинсами. Прям идеально. Вот джинсы с этим жакетом. Это прямо кто любит вот эту вот историю. Шанельную историю. Пуговицы красивые. В общем, я очень одобряю. Единственное, что у нас он стоит сотня. Но, опять же, где-нибудь в Европе, наверное, вы можете его купить намного дешевле. Вот. Но, в принципе, он, да. И так сидит ладненько, хорошо, знаете. Это медиум размер. Вот прямо вот и длина, и все, ширина, все, что надо. Так, я сниму этикетку, а то я забуду и перепутаю. Значит, 46 полиэстер, 45 хлопок и 8 полиамид. То есть, он наполовину сделан из хлопка. И он стоит 99,90. Это был размер медиум. Вот его номер. И вы знаете, вот я пытаюсь понять, что это за ткань. Вы видите, это как будто бы вязанный трикотаж. Как будто это трикотаж. Даже не ткань, а именно вот такой трикотажный твит. Неплохо. И пуговицы вот такие клубные. Здесь кармашки. Вот, ну, в общем, вот такой вот. Классный. Так, вот давайте посмотрим на джинсы. На этикетке написано, видите, что это страйт фит. То есть, это прямая нога, высокая посадка. И длина анкл. То есть, анкл – это щиколотка. То есть, они по щиколотку такие укороченные для меня. На мой рост они как раз нормальной длины. Размер 38-й европейский, 6-й американский. Стоят они 55-90. Вот их номер, если вы хотите делать скриншот. А, значит, 55-90 – это не самые дорогие джинсы в Заре. Но, как бы, ну, вот нормальная цена, стандартная. Видите, обычные лейблы, никаких там надписей больше нету, ничего. Действительно, джинсы нормальные. В принципе, у них ничего нету, никаких украшательств. Вот, единственное, на кармане они немножко такие, слегка такие дистрест. И вот низ не подогнанный, а чуть-чуть такой лохматый. Низ не обработанный. Ну, вот, как я уже сказала, очень хороший цвет. Красивый, синий. И ширина, длина, в общем, все, что нужно. Так, платье. Штора. Вы знаете, что я с трудом в него влезла? Это ларч, но это такая молодежная вот эта вот линейка. И поэтому я так и знала. Я искала экстраларч, но не было. Я, в принципе, в ларч влезла с большим трудом, но втиснулась. За счет вот того, что здесь вот эти вот складки, видите, не очень сильно торчит живот и как бы попа. То есть оно как бы облегает, но вот за счет вот этих объемов ткани оно не особенно показывает недостатки. Хотя, конечно, оно мне узкое при узкое. То есть я вот так стоять в нее могу, а сесть, наверное, уже не смогу. То есть я в нем могу только стоя. Стоя выступать. Знаете, прикольное. Оно необычное, конечно. И вот эта вот вся вот эта вот история. Брительки регулируются тоже. Очень подчеркивает формы. И, конечно, размерчик нам побольше. Ну вот я втиснулась, но с большим-большим мылом, можно сказать. И сидеть я в нем не могу. А уж кушать тем более. Хотя я после работы, то есть я поела два раза на работе, чтобы вечером не есть дома. И я как бы должна сказать, что у меня сейчас не самый, ну как бы с утра я могу влезть в это платье, наверное, без труда. А вот вечером это уже. Но это платье вечернее, поэтому надо взять в расчет, что вы должны в него влезать вечером. И, скорее всего, куда-то идти, где вы будете что-то есть. Хотя это не точно. Хорошая длина такая, знаете, чуть ниже колена. Вот такая интеллигентная. Хотя платье все открытое, подбегающее, подчеркнутое, но длина не короткая. Так, смотрим. 70 долларов. Все, конечно, полиэстер. У него есть подкладка. Внутри вот такая голубая замок. Брительки регулируются, что очень удобно. И вот все оно сделано. Видите, вот его номер. Если вдруг кому-то из вас захочется, вдруг на особый какой-то случай. Но, опять же, его надо взять на размер больше. Сверху сделаем так складки. А здесь, видите, вот оно сделано из нескольких кусков. Красивая расцветка. Такие большие цветы. Где-то перекликается, кстати, с моим платьем, в котором я пришла. Оригинально, да. Я должна сказать, что это сделано оригинально. И цена не такая уж и страшная. Но потому что это молодежная линейка. Оно из полиэстера. И качество у него так себе не очень. Это не премиальная линейка или что. Но выглядит красиво. Если вам нужно на какое-то мероприятие один раз вот так вот убить всех своим платьем, то, ну, вот оно такое, да. Полный такой вырез большой. В общем, все, как вы знаете, мне нравится это платье. Единственное, что у него очень большой вырез. И бретельки не регулируются. Я бы их немножко подшила и подняла. Вот так вот бы. Бы подняла бы. Сейчас. Вот так. Чтобы был меньше вырез. И чтобы оно как бы было повыше. Потому что как-то вырез великоват, конечно. Но оно, безусловно, это платье такое на выход. Такое типа атласное. Оно не узкое. Я не знаю, если есть у него молния. Мне кажется, нет. Потому что я влезла в него без молнии. Ведь пройма такая низковата. То есть я бы его вот приподняла. Сделала бы в бретельке. Подняла бы. Просто ушила бы. И оно бы чуть-чуть поднялось. И здесь бы тоже тогда в районе живота оно бы сидело лучше. А так оно, в принципе, ну, я не могу сказать, что плохо сидит. Но просто вот эта вот ткань, она подчеркивает все, что у вас. Если у вас чуть-чуть совсем есть, она вам все подчеркнет. Поэтому вот если бы оно было вот так вот немножко поднялось. Вот так чуть-чуть за счет претелек, было бы лучше. Но оно красивое. Смотрите, в нем много всяких деталей таких интересных. Единственное, что вот у меня претензия, например, вот здесь шов и здесь шов. Они должны совпадать. А здесь не совпадают. А может, они должны? Все-таки не должны. Я нашла фотографии на веб-сайте. И вы видите, что легкая асимметрия предусмотрена фасоном. Наверное, должны. Не знаю. Так, есть черное, есть... Я вам показывала в зале. Я решила померить красное, чтобы так... Под мои босоножки подходит. Хорошая длина. Но опять же, подняв бретельки, оно стоит немножко короче. Но и хорошо. Оно сейчас как бы на распродаже. Оно стоило 80, сейчас стоит 46 наших канад. Давайте я вам вот так сниму полную, полную длину, полную картинку. Хорошая длина, красивая. Ну, красивая. Смотрите, я померила его еще с этим жакетом. Ну, вот неплохо так вот верхнюю пуговицу застегнуть. И как бы, если вам холодно, вы вполне можете надеть вот так вот вместе. Они по цвету, по-моему, очень сочетаются. Неплохо, правда? Можно его застегнуть, а можно так оставить на одну пуговицу. Застегнуть только сверху, чтобы видно было, что у вас здесь одна такая общая. Общий цвет красный. А можно вообще расстегнуть. Но мне кажется, что если его расстегнуть, он будет как-то широкова. И потом вот у него нет выреза, а вот здесь вот есть вот это вот сверху, как бы, видите, круглая горловина. Если был бы вырез, как в обычных жакетах, то было бы лучше. А поскольку здесь все равно оно вот так вот вместе сходится, потому что это вот этот круглый шанельный вырез, то особой разницы нет, как у вас застегнута или расстегнута. Вот если бы он был вот такой какой-то, да, то можно было бы вот так вот надеть сверху. Было бы неплохо. Так, красное платье. Давайте рассмотрим этикетку. Вот, как вы видите, старая этикетка стоила она 80 долларов, сейчас она стоит 46. То есть это не совсем распродажа, это такая межсезонная распродажа, которая у них происходит, в общем-то, каждый год, все сезоны. Значит, был размер медиум. Я примеряла, и вот много интересных деталей на этом платье. Опять же, я тут углубилась в то, что не совпадает вот этот шов и спереди, и сзади. Но, как вы уже видели, я поставила фотографию, нашла его на веб-сайте, и действительно так и задумано. То есть такая легкая асимметрия, чтобы швы не совпадали. Много интересных деталей в этом платье. Такая обработка такая, знаете, как будто вот швы вывернутые задом наперед. Интересная ткань, вот такая вот немножко сжатая, мятая. А я, по-моему, не сказала, что платье сделано из 100% ацетат. То есть, в принципе, состав неплохой. И, как интересно, пришита этикетка. Смотрите, не горизонтально, а вертикально. Так, девочки, я облачилась в свою клумбу назад. Такие у нас были сегодня примерки. Было много интересных вещей. Не все, скажем так, удачные, не все самые хорошие. Но есть вещи неплохие. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. С вами была Дита. Всем пока. Всех люблю. Целуем. Бай-бай. Бай-бай.